Добрый день, здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим варенье из лепестков роз, райское варенье. Аромат обалденный. Ну что ж, нам надо его прочистить, вернее очистить все листочки от розеточек и помыть хорошенечко под проточной водой. Теперь я покажу вам, как готовлю я, чтобы сократить время варки, чтобы он был более ароматный. Половина сахара, который нам нужен, высыпаем на лепестки и начинаем разминать лепестки. Лепестки не рвутся, они не становятся такие, в смысле, ненадлежащего вида. Они хорошенечко выпускают свой сок и вбирают в себя сладость этого сахара. Посмотрите, сколько сока они выпускают. И в то же время растворяется сахар. Получается вот такая масса. Цвет здесь грязно-сиреневого цвета у нас получается сироп. Посмотрите и запомните цвет, потому что через некоторое время цвет изменится. Мы ничего добавлять не будем пока. Вот когда он стал выпускать вот такой сок, оставляем его в покое на 12 часов. То есть пройдет время, когда мы будем готовить. Накроем крышкой, чтобы не улетучился аромат. И в то же время варенье само по себе будет вариться. Оно впитается сладостью. Листья станут более прозрачные. Вот смотрите, через 12 часов оно вот такое. Но мы пока поставим вариться сироп. Что ж у нас оставалось? Я, значит, у меня листьев 250 грамм. Поэтому мне нужно пол-литра воды и килограмм сахара, который половина я уже использовала. Остальную половину я высыпаю в кастрюлю и заливаю 500 миллилитров воды. Ставлю на огонь. Довожу до кипения. Вернее, кипит. Я собираю пену, а потом уже буду туда добавлять наши лепестки. Теперь посмотрим, что же стало с нашими листьями. Посмотрите, где сок? Сока нет. Листья вобрали в себя весь сок. И получился вот такой цвет. И это через 12 часов. Ничего мы не добавляли, ничего мы с ним не делали, не варили. Просто накрыли крышкой и оставили на 12 часов. Опять же, можете оставить и на день, и на два. Можете вообще убрать в холодильник, оставить на всю зиму. И когда захотите взять и сварить. То есть это очень удобно. Ну, мы готовим через 12 часов. Высыпаю я сюда всё, что у меня в миске. И листья, и сок. Теперь, как мы будем варить? Варить можно в один приём, можно варить два приёма. Согласитесь со мной, это не клубника, это не вишня и не какая-либо ягода, которая манётся. Мы её и так помяли, сколько могли. Поэтому будем варить в один приём. Но если вы хотите в два приёма, это значит 15 минут один раз, 15 минут второй раз. Я же буду варить всё в один приём. Мне понадобится полчаса. Но я ставлю медленный огонь. Мне главное, чтобы оно не выпускало все эфирные масла свои в воздух. Чтобы аромат остался, чтобы вкус так останется. А вот аромат, чтобы он не улетучился. Поэтому ставлю очень-очень маленький огонь. И вот посмотрите, какого цвета сейчас у меня сироп. Пройдёт некоторое время, оно станет более насыщенно. Но цвет, конечно же, не поменяется. Просто станет насыщенным. Вот, смотрите, пока оно не кипит, но через некоторое время появятся вот такие маленькие бульки. И 10 минут я буду держать именно в таком состоянии. Видите, вот по краям уже оно булькает. В течение 10 минут эти бульки разойдутся по всей кастрюле. И вот оно уже станет вот так бурлить. Цвет вот такой. Чуть насыщенный. Вот такой цвет. Теперь восстановить цвет розы нетрудно. Главное, чтобы оно было готово. Я пробую. Листья уже готовы. Чтобы определить, готов ли сироп или вообще готово ли варенье, берём блюдце или тарелку, капаем туда, проводим ложкой. Если не соединяется, значит она готова. И в этот момент выжимаем пол лимона. Значит, на 250 грамм листьев потребуется пол лимона. И этого достаточно. Но если вы хотите, чтобы был цвет такой более-более яркий, нужно больше. То есть, один лимон. Ну, тогда вы можете есть вероятность, что вкус станет кислее. Ну, выбирайте сами. Или цвет, или вкус. Вообще-то в магазине он бывает, продаётся. Не розового цвета, а такого, как я вам показывала. Теперь, когда я выжимаю сюда половину лимона, сейчас изменится цвет, он станет более розовее. Видите, чуть-чуть. Через минуту этот цвет изменится в сторону розового больше. И снимаем с огня. То есть, после того, как выжимаем лимон, вот-вот-вот уже цвет появился, уже можно снимать достаточно хороший цвет. Чем больше вы будете варить, тем быстрее засахарится ваше варенье. И потеряется обратно цвет. Так что здесь надо ловить момент. Всё, снимаю с огня. И можете прямо горячим выкладывать в банки и закрывать. Или же, наоборот, остудить потом, кто как любит. Вот такое варенье у меня получилось. Оно в этот раз у меня совершенно другое. Сколько лет варю, каждый раз разное варенье. Это, видимо, от того, где собрана роза, в каких землях она росла. То ли в песке, то ли в земле. Это много чего значит. Иногда бывает даже так, что сварите, а варенье горькое. Так что на это тоже надо обращать внимание. Какие листья и где вы покупаете. Ну вот и всё. А теперь хочу попросить вас обязательно поделиться этим видео. Вы знаете, вам это ничего не стоит. А мне это спасёт, как бы, мой экран. Мой канал, вернее. Для чего? Для того, что вот и компьютер надо покупать, и камеру надо покупать. Время проходит, аппаратура портится. Ну что ж, всего вам доброго. Дай Бог вам всем здоровья и счастья. Увидимся. Пока-пока. Не забудьте поделиться видео. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...